Всем привет! С вами смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 и Samsung Galaxy A6. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить их стоимости наличия. И скажу, что сейчас они примерно одинаковы по стоимости. 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти версия Xiaomi против 3.32 версия Samsung Galaxy A6. По внешнему виду, пластик и металл материалы корпуса у Xiaomi, задняя часть, пластиковая, окантовка металлическая, у Samsung тут полностью металлический корпус, цельнометаллический корпус. Камера двойная против камеры простой у Samsung, сканер отпечатка пальцев и LED-спышка. На передней части у Samsung дисплей диагональю 5,6 дюйма против у Xiaomi 6,3 дюйма дисплей у Xiaomi. Фронтальные камеры у Samsung тут еще находится фронтальная вспышка и датчики. Слева кнопки игровки громкости и кнопка включения у Samsung. Тут все находится на правой грани. Слот находится слева. У Xiaomi это комбинированный слот. Мы можем использовать Xiaomi на 2 наносимки или 1 наносимку и microSD карточку для расширения памяти. У Samsung два слота и смартфон полноценно на 2 наносимки и microSD карточку для расширения памяти. USB Type-C порт у Xiaomi против microUSB. У Samsung Galaxy A6 динамики, микрофоны и джеки для наушников у устройств есть. Включим смартфоны, сделаем это одновременно, посмотрим кто загрузит систему быстрее. Чуть раньше отклик на Samsung. Кнопки зажал одновременно, но отклик раньше происходит на Samsung. Раньше загружается Xiaomi. Дисплей диагоналит 6,3 дюйма против 5,8 дюйма. Super AMOLED у Samsung против IPS у Xiaomi. По разрешению, у Xiaomi разрешение 2340 на 1080 точек. Тут разрешение всего лишь 1480 на 720 точек. По разрешению лучше Xiaomi. Переходим теперь в настройки. Посмотрим на версию операционной системы. Android 9, версия MIUI 10.2. Тут Android 8, версия Samsung Experience 9.0, версия NOX 3.1. Закрываем. Переходим в санитрический тест Geekbench 4. И по говорим в их технических характеристиках более подробно. Процессор Qualcomm Snapdragon 660. Восьмиядерный процессор, который работает на тактовой частоте 1,8 и 2,2 ГГц. Переходим в G4, встроенный 64 у Xiaomi. И GPU-видеоускоритель Adreno 512. Против Samsung Exynos 7870. Это восьмиядерный процессор, который работает на тактовой частоте 1,6 ГГц. Видеоускоритель Mali-T830. Запускаем тест процессора. Не запускаем, а посмотрим просто результаты. И видим, что одновательный тест более чем в 2 раза превосходит Xiaomi. И мультиятельный тест в 1,5 раза превосходит Xiaomi. Даже чуть больше. И тест видеоускорителя. Тут разница более чем в 2 раза. По производительности Xiaomi выигрывает. Смотрим теперь тест Antutu. Antutu. 62 тысячи. Почти 63 против 145 тысяч. В Antutu тоже самое большое преимущество у Xiaomi. Сделаем тест функции. Посмотрим, сколько конца не поддерживают тачи этих устройств. Тут 5. Тут 10 касаний определяет. Закрываем. Переходим теперь к скорости загрузки страничек в интернете. Открываем сайт Samsung. Так, открывается он на A6. Вот открылся. И переходим по вот этой вот ссылке одновременно. Xiaomi загрузил ее значительно быстрее. Samsung что-то думает. И только сейчас подгружает. Возвращаем назад. Переходим по этой ссылке. То же самое Xiaomi загружает ее быстрее. Мы еще видим, что разница есть. При том, что мы смотрим на сайте Samsung. И на смартфоне Samsung намного легче не работает, чем на Xiaomi. Вот тут то же самое. То есть на процентов 20-30. Но быстрее работает в интернете к Xiaomi. И посмотрим еще на примере сайта Nikom. То же самое. Тут уже не так значительно, как было на сайте Samsung. Преимущество у Xiaomi. Но все равно оно сохраняется. Каждый раз Xiaomi загружает странички быстрее. Рендерит их быстрее. И получаем мы полную картину быстрее на Xiaomi. Теперь игровой тест. Откроем PUBG Mobile. Тяжелую игрушку. Сейчас, не помню, есть скачано ли тут последнее обновление. Сейчас посмотрим. Если оно тут скачано, то мы увидим, кто быстрее загрузит лобби игры. Если не скачано, то, к сожалению, уже перейдем сразу к игровому процессу. Ну, видим. Быстрее загружает все Xiaomi. Вот проверка обновлений уже тут идет. Даже вот, насколько быстрее к проверке обновлений дошел к Xiaomi. Тут есть обновление. Но к этой проверке обновлений все реально дошел быстрее. Это на процентов 30. Все, тут уже лобби. Вот, видите, игровой процесс. Теперь. Игра загрузилась. Смотрим, как она работает. Давайте для начала посмотрим на Galaxy A6, как работает игра. Так, все отлично. По графике средний уровень. По плавности хорошо работает игра. Не идеально плавно, но абсолютно играбельно. Смотрим теперь, как работает на Redmi Note 7. По графике такой же уровень средний. И так же по плавности. В принципе, какой-то критической разницы нет. Графика одинаковая, одинаковая прорисовка. Тут преимущества нет. В игровом процессе есть только преимущества по скорости загрузки самой игры. Но в игровом процессе преимущества у Xiaomi Redmi Note 7 нет. Теперь о камерах. Так, камера основная у Xiaomi двойная, более функциональная. Тут, конечно, получше будет по камере. 48 мегапикселей основная, плюс 5 мегапикселей двойная. Фронтальная камера 13 мегапикселей. У Galaxy A6 основная фронтальная камера по 16 мегапикселей. Теперь я покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств. Можете оценить их качество. Что касается автономности, то 4000 мАч батарейка у Xiaomi против 3000 Samsung. И тут, конечно, есть у него преимущества по автономности. Он работает примерно на 20% дольше, чем Samsung. Тут выигрывает в автономности достаточно значительно, 20%. Это много, это несколько часов автономной работы выигрывает он у Samsung. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!